Уже ничего не сделаешь. Это не вопрос от должности. Очень жаль, реально очень жаль, я вас всех понимаю. Спартак не устоял, а работникам теперь дают один совет – искать новую работу. Казанская бумная фабрика «Банкрот» 28 апреля. Это решение арбитражного суда. С 18 марта работники отправлены в административный отпуск. Выгнали все предприятие, грубо говоря, на две трети. У нас даже элементарно нет расчетных листов, чтобы мы могли узнать, сколько нам предприятие должно вообще. Сегодня к работникам вышел представитель конкурсного управляющего. По его словам, «Спартак» задолжал им примерно полтора миллиона рублей. Руководство компании сейчас держится в стороне. Должностные обязанности выполняете вообще? Нет, я в простое. Только нас увольняют, увольняют по статье. Почему в статье-то? Мы подписывали, руководство у нас было. Вопросов и сомнений у швей достаточно, по словам работников. В неделю отшивали не меньше четырех тысяч пар обуви. О закрытии производства даже в кулуарах не говорили. Людей давали, да, ведь из сухов брали? Да, да, да. Вдобавок. На час оставались, работали. На час оставались. Прогнать все, прогнать. Только был план, и куда все это девалось. Пускать до копейки отдадут, я же не два дня здесь работаю, правильно? Да. И как акционер. Надеюсь, что нам передадут документацию, которая связана с бухгалтерией, именно с оплатой труда расчетные документы. И со следующей недели мы сможем рассчитать, то есть выдать корешки так называемые. И платежи по задолженности по заработной плате тоже начнутся с следующей недели. Сейчас в обувной фабрике работают лишь административные персоналы. Около 500 человек в вынужденном отпуске и без зарплаты. Если ситуация не поменяется, то работники планируют обращаться уже в ведомство. При банкротстве все выплаты по заработной плате должны быть в приоритете. Юристы же советуют обратиться к управляющему в письменном виде. Обратиться к арбитражному управляющему с заявлением о включении их в реестр кредиторов в второй очереди. Сегодня компания издала новый приказ. Копии раздали работникам. Теперь с 30 мая фабрика временно приостановлена. Отдельные подразделения простое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова